Канун Рождества, 1987 год. Дорогой дневник. Я ушла на застекленную террасу, чтобы не слышать звуков рождественских гимнов, которые целое утро играют на пианино мамы. Мне нравится Рождество, но голова у меня и так гудит, так что выносить еще и музыку у меня нет сил. Папа поймал меня в тот момент, когда я выходила и пригласил на танец свою любимую маленькую дочурку. По-моему, мы с ним уже целую вечность не танцевали. На меня разом нахлынули воспоминания обо всех тех вечеринках в Great Northern, на которых мы с папой кружились в бесконечных вальсах, в голове полный ралаш от полотни с праздничными приветствиями, хрустальных бокалов и буфетных стойк. Папа вальсировал со мной, как опытный танцор, так что в животе у меня все сладко замирало, и мы смеялись, смеялись, смеялись. А сегодня утром мы протанцевали с ним в гостиной. Огоньки на рождественской елке уже были зажирны, так что мама могла печь с соответствующим праздничным настроением. Передо мной проносились красные, зеленые, синие и белые огоньки. Я старалась смотреть папе прямо в глаза, чтобы у меня не закружилась голова и видела, как они улучшатся. Вот в уголке глаза появилась слезинка и медленно поползла по щеке. Мало-помалу мы замедлили кружение. Папа крепко обнял меня и прижал к себе, словно боясь чего-то. Из кухни вышла мама и, увидев нас, сказала, «Знаете, для меня это лучший подарок Рождеству, как вы могли мне сделать?» Как много странного происходит в жизни. Я имею в виду свою собственную. Всего за несколько часов до того, как мы танцевали с папой, я была у себя в комнате и совсем-совсем в другом мире. А души надеются, что мне никогда не придется выбирать между двумя этими мирами. Каждый из них делает меня счастливой, но по-своему. Я пришла сюда для того, чтобы описать свою фантазию. Но здесь, на террасе, слишком прохладно. Да и вид, который отсюда открывается, слишком красив, чтобы думать о своих грезах. По крайней мере, в данный момент. Схожу-ка я лучше в бар к норме и выпью чашечку горячего кофе. Может быть, там найдется свободное местечко, чтобы немного посидеть одной. Скоро вернусь. Эл.